Аналитика от Макси Форекс используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 27 марта. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от Макси Форекс. Продолжаем информировать вас о деталях соглашения между ЕС и правительством Кипра по выводу его банковской системы из кризиса. Новый вариант соглашения предусматривает закрытие второго крупнейшего и наиболее проблемного банка страны – Лайки Банк. Его депозиты, превышающие отметку в 100 000 евро на сумму 4,2 млрд евро, перейдут в банк проблемных активов, то есть практически будут полностью уничтожены вместе с последующей ликвидацией этого банка. Оставшиеся в Лайке небольшие депозиты будут переведены крупнейшему национальному кредитору – Банку Кипра, который, в свою очередь, подвергнется сокращению и полной реструктуризации. В банке Кипра депозиты, превышающие 100 000 евро, будут заморожены и могут столкнуться со значительными потерями, учитывая предстоящую реструктуризацию кредитора. Предполагается обложить их налогом по ставке 20%. Таким образом, впервые в стране участники еврозоны, получающие финансовую поддержку от ЕС, произойдет изъятие и списание средств у мелких и крупных держателей вкладов. Мы вновь напоминаем вам, что на Кипре размещены финансовые счета многочисленных форекс-брокеров, которые держат на хранении депозиты трейдеров. Учитывая существенную опасность полной потери вашего вклада, предлагаем вам срочно перевести ваши депозиты и вашу валютную торговую деятельность на Форексе в компанию MaxiForex, счета которой открыты в крупнейшем банке Европы HSBC, а финансовая деятельность не зависит от решений правительства Кипра. Наша компания гарантированно сохранит ваши средства от изъятия налоговыми органами. Реагируйте быстрее, присоединяйтесь к MaxiForex. Паника инвесторов на новостях из Кипра немного улеглась и пока что, по крайней мере, не оказывает негативного влияния на положение евро. Продажи пары остановились и торговую сессию среды евро-доллар провел волатильно торгуясь в узком боковом диапазоне, ограниченном уровнями 1.25%, 1.2884, 1.2840. Поддержка к единой валюте пришла со стороны главы Федерального резерва США Бена Бернанке. В своем выступлении накануне Бернанке заявил, что сверхмягкая политика Федерального резерва способствует росту мировой экономики и поддержит экономику еврозоны. Кроме того, по его словам, еврозона добилась определенной стабильности в способности контролировать инфляцию. К этому моменту евро был настолько перепродан, что слова финансиста благоприятно подействовали на котировки валюты и евро-доллар получил возможность скорректироваться. Тем не менее, несмотря на вчерашние попытки восстановления, евро продолжает ощущать на себе давление со стороны участников торговли, опасающихся того, что идея переложить затраты и дефицит бюджета на частных вкладчиков может закрепиться в решении Европарламента и стать нормой. В связи с этим интерес к продаже евро на его росте до конца дня откатывал пару в пределы диапазона. В нашем прогнозе на среду предполагаем завершение снижения курса единой европейской валюты в районе минимальных уровней недели, а затем разворот пары на восходящую коррекцию к целевым уровням 1,2858 и 1,2874. Если эти уровни будут преодолены, подъем пары продолжится к ценовым уровням 1,2890 и 1,2910. Возобновление нисходящего движения пары может стать актуальным только в случае пробоя последнего минимума 1,2829 и закрепления валюты под ним. В этом случае целью последующего снижения станут уровни 1,2800 и 1,2762. Попытка пары фонд-доллар на торгах во вторник вернуться к восходящей тенденции не удалась. Негативные данные по розничным продажам, продемонстрировавшие сокращение в стороне потребительской расходов, развернули валюты от достигнутого на ранних европейских торгах максимума 1,5207 и отбросили курс британского фунта к новому двухдневному минимуму 1,5136. Здесь на фоне пустого экономического календаря и в условиях отсутствия дополнительных драйверов для движения фонд-доллар стабилизировался и продолжил дальнейшую торговлю в узком боковом диапазоне, завершив день на отметке 1,5158. В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем снижение курса британской валюты первоначально к уровню вчерашнего минимума 1,5135 и в случае его пробоя продолжение снижения пары целевым уровнем 1,51-1,5072-1,5027. В этой зоне ожидаем разворот и возобновление подъема британской валюты в направлении проведущих локальных максимумов 1,5207-1,5260. Если же первоначальное снижение не сумеет преодолеть вчерашний минимум, восходящее движение британского фунта к вышеназванным целевым уровням активизируется в районе достигнутых минимумов. Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на среду. Снижение котировок на торгах в пятницу почти не изменило техническую картину происходящего, сохранив основные уровни по золоту и серебру на их прежних позициях. Ближайшее краткосрочное сопротивление по золоту остается на уровне 1,610 долларов за тревскую унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх откроет путь к следующим целям – 1,624 и 1,628 долларов за унцию. Ближайший уровень поддержки металла расположился на уровне 1,593 доллара за унцию. Если он будет пройден, возможно дальнейшее снижение золота к целевому уровню 1,576 долларов за унцию. Ценовая динамика серебра также сохранила позиции металла на его прежних уровнях. Ближайшее сопротивление для него продолжает оставаться на уровне 29 долларов за тревскую унцию. Если возобновится движение наверх, и это сопротивление будет пробито, металл может подняться к целевым уровням 29,20 долларов и 29,90 долларов за унцию. Уровень поддержки серебра по-прежнему располагается на отметке 28,60 долларов. Если котировки преодолеют, его снижение продолжится к целевому уровню 27,90 долларов за унцию и ниже. В экономическом календаре среды Великобритания опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса и окончательные данные по приросту ВВП за четвертый квартал. Еврозона представит целую серию показателей, в том числе индикаторы потребительской активности и условий деловой среды, индексы уверенности в промышленной сфере и секторе услуг. Германия опубликует опережающие индексы потребительского климата. Канада отчитается по февральскому индексу потребительских цен, а в статистике США будут представлены изменения объема незавершенных сделок по продаже жилья. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова